Судебные приставы провели рейд по должникам, не оплачивающим коммунальные услуги. Сумма задолженности у злостных неплательщиков составляет от 70 тысяч рублей и выше. Все подробности в сюжете Нины Гультяевой. Муравленковцы задолжали пожилищно-коммунальным услугам, управляющим и ресурсоснабжающей компанией, более 210 миллионов рублей. 123 из них – это долги за пользование коммунальными ресурсами. Кто-то пользуется благами цивилизации и своевременно оплачивает услуги, а кто-то не считает нужным платить по счетам. В таких случаях встреча с судебными приставами неизбежна. Добрый день. Судебные приставы. По поводу задолженности вашей за коммунальные услуги. А мы уже платили. Когда вы оплатили? Еще сегодня. Судебные приставы отмечают, что задолженность за коммунальные услуги неуклонно растет. Только с начала года в отношении должников возбуждено 443 исполнительных производства на сумму более чем 6 миллионов рублей. Тем, кто не платит по счетам 3 месяца, при наличии технической возможности отключают горячее водоснабжение. Приставы, в свою очередь, также применяют к должникам жесткие меры. К должникам применяются самые различные меры. Это обращение взыскания на денежные средства, хранящиеся в банке. Это запрет на регистрационные действия. Также обращение взыскания на заработную плату, на пенсию. А самыми эффективными – это запрет на выезд из Российской Федерации и также арест имущества. В ходе рейда большая часть должников спокойно реагировала на визит приставов и принимала повестки. А вот некоторые просто не открывали двери. В ходе рейда мы посетили сегодня несколько адресов. На одном из адресов мы составили акт об отсутствии ликвидного имущества при присутствии понятых. Остальным должникам выписали повестки. Они должны явиться и предоставить нам квитанции об оплате. Те горожане, которые относятся к категории малоимущих или траты семьи на оплату ЖКУ превышают 15% от общего дохода, имеют право на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер ее у каждого обратившегося индивидуален – от 80 до 8 тысяч рублей. Этой меры соцподдержки в этом году воспользовались 292 семьи. За назначением субсидий могут обратиться пользователи, наниматели, либо собственники жилых помещений. Причем обязательные условия здесь – наличие гражданства Российской Федерации, постоянная регистрация в том жилом помещении, в отношении которого гражданин обращается за льготой, и отсутствие задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Должниками муравленковсы становятся по разным причинам. Многие из них оказываются в трудной жизненной ситуации, когда не хватает стресс на оплату коммуналке. А вот злостные неплательщики – это, как правило, граждане, ведущие социальный образ жизни и нигде не работающие. Нина Гультяева, Петр Хаджаев, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.